Освобождение Украины от врага, восстановление и дальнейшее сближение с ключевыми партнерами. Владимир Зеленский озвучил цели страны на следующий год. Сербы установили новые дорожные заграждения в ответ на призывы Запада снять уже существующие баррикады на автомагистралях на севере Косова. Во французском Лионе почтили память гражданина Ирана, который покончил жизнь самоубийством в знак протеста против массовых репрессий на родине. Сербы установили новые дорожные заграждения на севере частично признанного Косова, проигнорировав таким образом международные требования разблокировать магистрали. Тяжело нагруженные грузовики и другая техника были установлены за ночь в Косовском Митровице. Это первый случай с начала недавнего кризиса, когда сербы перекрыли улицы в одном из главных городов края. Приштина обвиняет Белград в разжигании беспорядков и провоцировании инцидентов, которые могут послужить предлогом для вооруженной интервенции в Косово. Совместная идея Сербии и России заключается в том, чтобы попытаться устроить конфликты и кризис везде, где Запад играет свою роль, и усугубить такого рода нестабильность в регионе, чтобы усилить влияние там России и Сербии. Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние наивысшей боевой готовности, чтобы, цитата, «защитить свой народ и сохранить Сербию». Их главная проблема – сербские баррикады, которые являются лишь формой протеста после всех этих выдумок о номерных знаках и других глупостей, которые они придумали в надежде создать конфликты, чтобы изгнать сербов с северокосовой Метохии. Напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом вышла на новый уровень после отказа косовских властей признавать сербские автомобильные номера, а также после ареста бывшего полицейского серба. Все попытки Запада разрешить конфликт путем переговоров к успеху не приводят, так как белграды, проживающие в Косове, сербы считают край своей территорией. Российские войска обстреляли восточную и южную Украину на следующий день после того, как министр иностранных дел России заявил, что Киев должен принять требования Москвы о прекращении войны, иначе потерпят поражение на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основные задачи на предстоящий год уже намечены и будут озвучены в ежегодном послании к Верховной Раде. Мы входим в наступающий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире. Это задачи на ближайшее время. И не только для страны, но и для каждого из нас. В Херсоне состоялись похороны 47-летней Натальи Оресковой. Она погибла во время российского обстрела, находясь в своей квартире. С момента освобождения город страдает от постоянных ракетных ударов. По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 6884 мирных жителя. Около 11 тысяч пострадали. Небольшое село Посадпокровское в 30 километрах от Херсона было полностью разрушено в результате оккупации и последующего отступления России. Те немногие оставшиеся жители готовятся к тяжелой зиме. В свою очередь Россия, несмотря на растущие потери, усиливающуюся международную изоляцию, не проявляет готовности изменить тактику и намеренно добиваться поставленных целей. Париж поставит в Варшаве два спутника наблюдения и наземную станцию для обработки изображений. Как утверждается, благодаря им можно будет получать разведывательные данные с точностью до 30 сантиметров. А совместная работа по управлению позволит получать изображения гораздо больше площади земли, чем это возможно в случае одной страны. Соглашение было подписано в ходе визита министра обороны Франции Себастьяна Лекарню в Польшу. Общая стоимость контракта составляет около 575 миллионов евро. Запуск спутников планируют к 2027 году. Около 40 человек собрались на мосту Гальини в Лионе, чтобы отдать дань уважения Мохаммаду Маради, иранцу, который в понедельник покончил жизнь самоубийством на реке Рона в знак протеста против ситуации в Иране. Собравшиеся скандировали «Женщина, жизнь, свобода» – лозунг, ставший одним из главных в ходе выступлений, охвативших ран после смерти Махсы Амини в сентябре. Перед самоубийством, проживавший с семьей во Франции Маради, опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что собирается покончить с собой, чтобы привлечь внимание к подавлению протестов иранскими властями. Когда вы увидите это видео, меня уже не будет в живых. Я утону в этой реке. Это не самоубийство из-за личных проблем. Моя цель – привлечь внимание европейцев, европейских и западных стран к проблеме Ирана. Да здравствует свобода. Женщина, жизнь, свобода. По данным правозащитников, в середине сентября в Иране, в ходе разгонов протестов, вспыхнувших после убийства 22-летней Махсы Амини, погибли около 500 активистов. Два человека были казнены. По меньшей мере ста другим иранцам грозит смертная казнь. В понедельник президент Ирана Раиси заявил, что не будет жалости к тем, кто проявляет враждебность к Исламской Республике и обвинил в массовых протестах врагов нации. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что тем, кто выступает против Исламской Республики, не будет пощады. Иранский лидер обвинил в организации массовых антиправительственных протестов врагов Ирана. В понедельник жена и дочь бывшего иранского футболиста Али Даяи не смогли покинуть страну. Самолет, на котором они летели в Дубай, сделал посадку на иранском острове Киш, где их высадили и допросили. Даяи, экс-капитан национальной сборной Ирана, критиковал правительство за использование силы при подавлении протестов. На сегодняшний день в Иране казнены двое участников антиправительственных выступлений, которые начались в стране в середине сентября после смерти Махсы Амини, 22-летней девушке, задержанной сотрудниками полиции нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Смертная казнь грозит еще по меньшей мере 20 участникам протестов. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти тем странам и компаниям, которые используют потолок цен. Запрет вступит в силу с 1 февраля и будет действовать, по крайней мере, до 1 июля. При этом в документе подчеркивается, что по специальному разрешению главы государства могут быть сделаны исключения. В начале декабря Евросоюз, страны Большой Семерки и Австралия ввели потолок в 60 евро за баррель. Одновременно был введен запрет на морскую транспортировку российской нефти. Еще в процессе разработки этого положения российские власти заявляли, что не станут торговать себе в убыток. При этом Владимир Путин заявил, что потерь российский бюджет от потолка цен не понесет. В то же время, по словам вице-премьера Александра Новака, Давычу придется сократить на 5-7%. Теперь в Москве работают над ответом на потолок цен на газ. Неделю назад в ЕС заявили, что с середины февраля ограничат стоимость закупок 180 евро за мегаватт-час. Правда, это вдвое выше сегодняшних спотовых цен. В США число жертв аномальных снегопадов и снежных бурь превысило 60 человек. Зоной бедствия оказалась почти вся территория страны, но хуже всего на северо-востоке. Многие из погибших в собственных машинах застряли на трассах, занесенных снегом. Непогода привела к небывалому транспортному коллапсу в период новогодних праздников. Я хочу, чтобы люди поняли, что сейчас многие дороги полностью заблокированы, к ним вообще нет доступа. Люди пытаются проехать по этим дорогам, попасть в эти районы, но они не могут. Пожалуйста, вы слышали, как мэр умолял, и я умоляю, оставайтесь дома. Снежные заносы препятствуют работе спасателей и скорой помощи. На востоке США масштабный зимний циклон уже объявили бурей столетия. Такой непогоды там не видели как минимум 50 лет. На юге, даже во Флориде и Джорджии, температура опускалась до минус 10. По всей стране отменены десятки тысяч авиарейсов, что нарушило праздничные планы десятков миллионов американцев. Президент Джо Байден одобрил введение чрезвычайного положения, которое упростит оказание помощи пострадавшим штатам. 70% горнолыжных курортов Франции закрыты, нет снега. Беспрецедентная для конца декабря ситуация. После двух холодных недель пришло аномальное потепление с дождями, смывшими снег. Отдыхающие не скрывают разочарования. Сейчас снег не очень хороший, особенно по утрам. Очень много льда. Приходится спускаться по одним и тем же склонам. Часто очень хочется куда-нибудь еще. Говоришь себе здесь и уже был, хочется чего-то нового. Но везде все одно и то же. Для сотрудников горнолыжных курортов до сих пор сказываются коронакризисные потери. Энергетический кризис заставил затянуть пояса еще туже. И тут не оправдывается надежда на период рождественских и новогодних отпусков. Обычно самый прибыльный. Для нас, самозанятых, это серьезные убытки. Конечно, посмотрим, как будет дальше. Но пока что день на день не приходится. По данным Ассоциации горнолыжных курортов в Франции, если такие климатические изменения продолжатся, под угрозой окажется судьба 400 тысяч человек, так или иначе связанных с этой деятельностью. Субтитры подогнал «Симон»